Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У меня есть воздействие, и растяжки есть. На физический биоробот? Конструкцию, я бы сказала. В биороботе, да? Ну, я вижу ее пока полностью, биоробот. Хорошо. Отлично. Я даю команду, эта конструкция выходит и зависает рядом с Дарьей. Отключается полностью от физического биоробота. Один, два, три. Все чужеродное выходит из ее биоробота. Один, два, три. Силой моего намерения вытягивай, отключай. Все зависает рядом с Дарьей. Есть. Отлично. И защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем эту конструкцию в сетку. Дарью берем в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с конструкцией Дарьей поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел, прием. Дарья идет к маме. Мы спрашиваем разрешение, готова ли Дарья доверить нам в своем биополе на период сеанса. Спрашиваем у мамы тоже. Мама разрешает. Дарья на маму смотрит и кивает. Хорошо. И я даю команду, значит, три. Так, отправляем, во-первых, эту конструкцию в клетку-тюрьму. Один, два, три. С сеткой. Ушла туда. Готов. Я даю команду, значит, три. Скэнер сканирует пространство над головой Дарьей под ногами. Семь тонких тел Дарьей находит все. У нее три канала? Да. Поехали. Конструкция. Это синий дракон. Он агрессивный. Хорошо. У нее без восьмерка. Без восьмой, да. И я не пойму, у нее кто. Такое ощущение, что свернутая в клубок кошка лежит. Снимаются все маски, голограмма и сущность. Представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок зеленый. Она встала, как фантомная кошка. Она начала вот выркать. На четыре лапы встала, когти выпустила. Она мне показывает картинку, как ее вырывает шерстью, эту кошку. В общем, у нее третий канал. Он идет в желтое-оранжевое чакры. Кто-нибудь притянулся по каналу? Нет. Это кошка. Она просто лежала клубком. А теперь она встала на четыре лапы, выпустила когти и шипит. И вот эту картинку показывает. А что за картинка? Что у нее выдергивают волосы? Что ее вырывает и ее рвет волосами, эту кошку. Ага. Вот как. Хорошо. Хорошо, я спрашиваю присутствующих, кто эту сущь запустил. Ставим маячок, зеленый-красный на дне. Она зеленая или красная? Вера, органическая или неорганическая? Посмотри. Она зеленая. Органическая? Да. Это не бес, а игрушка. Нет, бес вообще выйти хочет. Он не мог выйти. Он хочет выйти. Она показывает опять картинку. Маленькую Дарью, и она глотает волос кошки. Кошка развивается у нее в желудке. Я первый раз такое вижу. Потом она начинает лапами перебирать вот так, мурлыкать. Показывает себя в разных картинках. Все показывает кошка. Это сущь или что это? Я не пойму. Что она зеленого цвета? Это сущь. Это сущь, да? Да. Но она в виде кошки. И как эта сущь? Сама зашла в ее биополе? С этим волосом. Да. То есть никто из присутствующих не имеет к этому никакого отношения? В общем, как ДНК у нее на волосе. Она такими картинками объясняет. Нормально. В общем, на этом волосе была ее ДНК. И она развилась там, да. Поэтому у нее рвота и боли в желудке. Как долго эта кошка сидела в ее биополе? С трех лет. С трех? У нее зеленые глаза. Я такого еще не видел. Кошка Марта. Марта. Марта, и что ты хочешь? Уйти на свою чистоту или что? Она хочет собрать все свои ДНК назад. Хорошо. Тогда так и сделаем. Так. Сейчас пройдемся еще по интерферентам. Без. Как долго ты находишься в этом биополе? Ты хотел выйти, я слышал? Он хотел выйти. Первый раз такое вижу. Ты знаешь, от нее идет информация. Она как-то особым таким способом информацию выдает, показывает все, что, чему здесь удивляться, когда вы едите рыбу, вы получаете глистов, когда вы едите волосы кошки, вы получаете проблемы или кошки в животе. Еще она показывает легкие, где могут остаться волосы кошки, и тогда человек, пока будет астма, ему будет трудно дышать, но врачи никогда не найдут, от чего это. И там тоже может развиться кошка в легких. Хорошо. Мы просто еще не встречались в своей практике с кошкой, которая выросла в животе ребенка. Хорошо. Значит, тогда я задаю вопрос Бесу. Бес. Итак, как долго ты находился в биополе? Что-то он заикается, бедняга. Бес, что такое? Страшно ему. А что тебе страшно, Бес? Наказывать будешь. Но если ты мне расскажешь, что ты сделал добровольно, тогда не буду. Два года. Два года ты сидел. Хорошо. На что ты зашел в ребенка, и как выражалось твое присутствие? Ребенок своевольный. Да. Отвечает взрослым. Не слушается. Мне нравятся такие. Хорошо. Как ты это все утяжелял? Какие конкретные действия ты делал, и что это вызывало у нее? Агрессия. Агрессия. Понятно. То есть ты все это усилил последние два года. Хорошо. Он как музыку ее слушал. То есть все, что... И рукой махал. И мне нравилось ему это. Нравилось ему это. Понятно. Ну, теперь можно объяснить ее вот эти атаки, которые с криком и так далее. Теперь все это объясняется. Это чистота Беса. Хорошо. Так, Бес. В биополе что-то есть твое? Есть. Понятно. Переходим к синему дракону. Он еще агрессирует? Уже нет. Уже нет? Ты передумал агрессировать дракона? Потому что ты сегодня будешь мне отвечать на очень серьезное. Но он в клетке. Смысла нет. Он видит агрессировать. Хорошо. Может попробовать. Посмотрим, что с ним случится. Нет, он пытался. Он и маму чистили. Пытался мешать. И девочку найти мешал. Ой, дракон. Я смотрю, ты уже заработал реально на то, чтобы тебе клеймо поставили. Реально. Ты сегодня не уйдешь на свою чистоту. Я тебе обещаю. Ты уйдешь сегодня в межгалактическую полицию. Пусть они проверят, что ты сделал. А мне кажется, ты сделал много чего. Сейчас я посмотрю, что я вытащу из этой конструкции. Если там хоть частичка ее души есть или ее биоматериал. Ты об этом очень сильно пожалеешь. Я даю команду тонкой копии Дарьи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственность за чужие ДНК. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю отдельный канал к этой конструкции. Один, два, три. И реверсом отдаю ей назад всю темную негативную энергию, которая пришла от этой конструкции. Кошки канал идет, Вера? Идет. Усиливаем все потоки. Наблюдаем. Она мама спрашивает, кто они. А мама что говорит? Она не объясняет ей. Она говорит, просто расслабься и слушай, что он говорит. Все правильно. Давай негативной энергии. Она сама будет течь. Готова? Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Дарья забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. И все, что находится потоком, пошло назад. Один, два, три. Вера, скажи мне, что идет назад? Человеческая энергия. Человеческая энергия. Ну, все. Бежевая мерцает. Да. Человеческая энергия. Сколько дракон находился в биополе ребенка? Дарья показывает новорожденной. Два-три месяца. Понятно. Семь лет. Семь лет. Он ходил вокруг, дышал на нее. Что ж ты за паразитарная такая сущность, дракон? Я встречал таких развитых драконов, интеллигентов. А ты какой-то гопник, преступник обыкновенный. Считай, пожалуйста, цифры над головой дракона. Двести пятьдесят восемь. Ой. Пусть Ли решает, что с ним делать. Кошка, ты получила все свои ДНК? Все свою забрала? Получила назад? Или что-то еще осталось в ее биополе? Осталось. Она лапы как-то делает, как будто голову моет. Хорошо. Выходи, кошка. Собирай, вытаскивай все свои нитки, которые там остались еще. Волосы вернее. Все, что осталось на тебе, от тебя вытаскивай. Ничего не забывай. Опиши, Вера. Слушай, она котенка вынесла. Она вынесла котенка из нее? Да. За горло вот так вот взяла сверху, как они держат. За шею, да. За шею, я так и увидел, да. И в клетке она сейчас? Да. Еще что-то осталось, кошка? Нет, она все забрала. Нормально, идут дела. Так, пес, выходи давай. Вытаскивай все, что ты снимай, все, что ты оставил на ней. И информация идет от котенка. Надо выдавить энергию еще от него. И я выдавлю, когда все все снимут. Мне надо дождаться. Бес, выходи. Вытаскивай, снимай все, что ты оставил. Колготки. Колготки, хорошо. Но Ляров там быть не может у ребенка еще. Нет. Готов. Так, у нас синий дракон остался. Синий дракон, я тебя сразу предупреждаю. Ты сейчас будешь выходить и вытаскивать все свои платы. Если я замечу малейшую агрессию, я под тобой открою портал в галактическое ядро. И даже не буду с тобой выяснять никаких отношений. Любая агрессия в этой комнате наказывается. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Хорошо. Выходи сейчас из клетки. Снимай все свои платы. Отключайся полностью. Третий глаз платы у него. И конструкцию он отключает. Голова, плечи, руки, спина. Да, полностью ее под контролем держал. Готов. Хорошо. Так, включай внутренний белый свет. От Дарьи 1, 2, 3 и на счет 3 Дарья начинает выдавливать из себя все негативные, патогенные, чужеродные энергии, находящиеся в ее биополе на частотах синего дракона. Его конструкции, энергии от интерферентов и их конструкции выходят и формируются в шаг. Она говорит маме, что это легко выдавливать. Конечно. Абсолютно верно. Так, можешь сама себя чистить. Если тебя что-то беспокоит, любую боль выдавливать и все уходит. И любое раздражение тоже, кстати, Дарья. Она говорит, это весело, но все выдавил. Молодец. Хорошо. Большой шар. Как мяч. Открывается портал в галактическое ядро. И этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. И я даю команду на рассинхронизацию. 2, 3. Пошла рассинхронизация. До числа значения 100% заканчивается автоматически. Так, я спрашиваю присутствующих. Кто ответственный был за высокую температуру последние дни у Дарьи? Это дракон. Все понятно. Хорошо. У него синхронизировано даже пространство над ней. Но в доме его нет. Он только в ней находился, да? Да. В доме его нет. Хорошо. Ждем рассинхронизации. Готово. Хорошо. Так, мы уже все выдавили. Теперь давай дадим команду на контрольную проверку. Скэнер сканирует все семь тонких тел Дарьи. Выпаривает остаточные негативные, если остались микроны чужеродных энергий, из ее биополя. Находит все. Пошел скэнер. Чисто. Хорошо. Подхожу к Даре, кладу руки на плечи и помогаю ей сделать импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам и их конструкциям. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактической ядре. Каналы уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну что, кошку будем отпускать тогда на ее чистоту с котенком, да? У тебя есть своя чистота, кошка? Да, есть они. Хорошо. Открывая против часовой стрелки портал на чистоте кошки и этого котенка. Один, два, три. Они забирают все, что они с собой принесли и уходят в этот портал. Что там в портале, Вера? Она его взяла за шею. Портал обычный. Как будто они на улицу вышли. Хорошо. Закрывая, печатая, растворяя. Вот дела бывают. На землю и там лес. Они куда-то ушли туда. А там он будет лучше, чем здесь. Хорошо. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Без. Больше в этой биополе ты никогда не приходишь. Это понятно, да? Понятно. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беза. Один, два, три. И без забирается, что он с собой принесли и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, что квартиру почистили и мне не так весело стало. Ну, это наша работа. А мы ее делаем всегда хорошо. Готово. Хорошо. Так, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Ли, я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста. У меня очень молодой такой дракон. 258-й. Но он ребенка пять дней держал температуру под 40 градусов. Конструкция стояла с трехлетнего возраста. Сейчас ребенку семь лет. С трехлетнего. С какого? С трехмесячного. С трехмесячного, да. С трехмесячного возраста. То есть практически с рождения. У нее вообще никакого шанса не было противостоять этой сущности. Она говорит, заберем паразита. Хорошо, благодарю тебя. Уничтожьте. Конструкцию. Все уберем, да. И под конструкцией открывается портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Еще мне Ли показывает ее пульт, рабочее место. И когда ты ее вызываешь, у нее зеленая кнопка загорается определенная. У меня много таких кнопок. Класс, отлично. Да, она сразу отвечает. Ой, благодарю тебя, Ли. Так приятно с тобой работать. У меня даже своя кнопка есть. Класс. У многих есть своя кнопка. Я больше... Но это не кнопка, это как лампочка такая. Ну, понятно, да. Хорошо, благодарю тебя. Ли, еще два слова, поскольку мы здесь. Мне, в принципе, вот тот портал, который мы... Там, где я живу, когда мы убирали, он мне не мешает сейчас. Но он опять появился там. Я не знаю, может, ты посмотришь. Это опасно, не опасно. Какой портал? Который был недалеко от моего дома. Тот, который мы... Да. У нее пошли туда, наши силы. Благодарю тебя. Хорошо. Все, поехали. Ну, сразу это делает. То есть она, ну, как руками дает команды кому-то. А ты постоянно... А Ли постоянно работает у нее? Нету выходных, рабочего дня? Или это только на земле у нас такое есть? Два-четыре часа в сутки? Просто мы всегда ее находим. Когда мы спрашиваем, она всегда отвечает нам. Она для вас, да, она говорит. Но она пыталась объяснить, показать, что... Что у нее как будто несколько тел, что ли, или что-то такое. Но я неправильно это понимаю, поэтому она остановила. Понятно. Хорошо. То есть она ведет какие-то направления определенные. Я так это понял. Я увидел. Она может и руками... То есть когда ты сказала, она сразу что-то нажала куда-то. То есть она отправила туда определенную группу. Ну, как она не сказала куда, что, но она сделала это телепатически. Плюс рукой нажала куда-то. Ну, там другая структура. Я половину не понимаю, но мне очень нравится все равно. Поэтому она остановила мои мысли, потому что я неправильно понимаю. Да. Но все равно нам очень нравится то, что мы слышим, даже не понимая этого. Благодарю тебя, Ли. Хорошего рабочего дня тебе. Поехали дальше. Они забрали дракона. Отлично. Хорошо. У нас клетка пустая, Вера? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Чисто. И по игре-играм пройдемся. Там есть компьютер. И... Это дракон был. Дракон был с компьютером? Да. С установкой. И с платой в третьем глазе. Это его трансляции были. Это его были трансляции. Значит, там негативных эгрегоров не должно быть. Да, Вера? Давай пройдем. Давай проверим. Конечно, да. И посмотри. Негативные эгрегоры. Переходим на частоту. Негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Эгрегоры выходят. Эгрегоров нет слова, идет привычка. Привычка. Хорошо. Значит, надо привычки отучать. Заполнять свободное время. Играми. Лучше не компьютерными, а игрой на воздухе с друзьями. Это новое поколение. Хорошо, Вера. Поехали дальше. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Дарья. Как ты себя чувствуешь? Ей нравится вот этот восьмой фантом. Он двигается. Он из одного тела переходит в другое тонкое тело. И так по всеми фантомам и возвращается назад. То есть он ее излечивает. Он ее излечивает. Каждое тонкое тело. Будем возвращать Дарью назад в биоробот. А потом вернем маму. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дарьи в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, что... Она благодарит и говорит, что... Во благо. Мне было интересно у вас. Как будто прекрасный сон. Ну вырастешь, будешь, может работать. Кто знает. Это намного интереснее дурных игр в компьютер. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Она говорит, что для каждого возраста своя игра. Вы тоже играете, только на другом уровне. Да, все верно. Мы на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...